Улица Щедрина в Рязани одна из самых тихих. Здесь уцелели несколько старых домов. Безмолвных свидетелей истории 20 века. Сегодня Арсен Бабурин и Виктор Пахомов прогуливаются по улице с картой. На ней свыше четырех десятков разных отметок. Языками пламени обозначены места бомбежек города в годы войны. Краевед-фельдшер станции скорой помощи Арсен Бабурин и сотрудник издательства «Пресса» Виктор Пахомов реализует важный проект. Они создают карту военной Рязани, линии обороны, окопы, противотанковые рвы, баррикады, огневые точки, минные заграждения должны были сделать город неприступным для врага. Совсем недалеко от корпусов мединститута, медуниверситета. Вот шел противотанковые рвы в сторону железной дороги. Здесь на улице Садовой защитники возвели баррикаду, о чем теперь сообщает мемориальная доска. Город готовился к оборонительным боям. Уличные перекрестки превращались в крепости. Вражеские авианалеты преследовали цель вывести из строя мощный железнодорожный узел и промышленные предприятия, выпускавшие продукцию для фронта. Город Рязань бомбили, по моим сведениям, которые я нашел в архиве, и они предварительно, они не окончательно, до 43-го года. И самые сильные авианалеты на город Рязань и бомбардировки были в декабре 41-го года и в июле 42-го года. Вот в июне-июле 42-го года авианалеты на город Рязань были практически каждый день. Бомбы падали на всей территории города, по сведениям Крэведа. Удары с воздуха унесли жизни свыше 100 рязанцев. Известно, что взрывались бомбы и на улице Щедрина. Но в каких местах и сколько их было, даже сторожилы не могут ничего рассказать. Давно живете? Лет 70. Вы знаете, что эту улицу бомбили в 42-м году? Нет, она моя мать, наверное, знает, а я не знаю. А интересуетесь историю военного времени? Да, как по книгам и все. Что в книге написано? Что вам скажут? А сейчас старых, тут уже здесь нет никого. Все умерли. И все-таки поисковикам удача улыбнулась. В старинном доме на Щедрина проживает Анатолий Иванович Турбин. Когда началась война, Анатолию было 10 лет. В детской памяти прочно отпечатались бомбежки. Гостям усадьбы дедушка рассказывает, как жильцы рыли земляные ищели, чтобы в них спрятаться. Одна бомба угодила в сад соседнего дома номер 25, убив лошадь. Гляжу, по небу светится, звездочка перемещается. И вдруг в соседнем саду слышу взрыв. Вот это звено нижнее упало мне в грудь, сюда рассыпалось. Но ничего не повредило. После этого все побежали в убежище. Сейчас Анатолий Иванович из дома не выходит. Подвело здоровье. По памяти он назвал еще один адрес, где упал воздушный снаряд. Дом номер 16, недавно пострадавший от пожара. От разрыва бомбы погибла хозяйка. Еще один смертоносный груз упал неподалеку, глубоко уйдя в землю. Но взрыва, к счастью, не произошло. Время стирает следы минувшего. Но кое-где в Рязани еще сохранились остатки оборонительных укреплений. Эти линии окопов на протяжении сотен метров и сейчас заметны на весенних полях, еще не поросших свежей травой. Остатки блиндажей, холмики брустверов. И все это в нескольких шагах от торгового центра М5 Мол в непосредственной близости от поселка Дягилева. Поскольку регулярных войск на территории Рязани не было, сдерживать немцев до подхода Красной армии должны были бойцы рабоче-крестьянского полка, частей НКВД и милиции. Для Виктора Пахомова составление карты не просто увлечение. Это гражданский долг, дань памяти павшим. Нам удалось выяснить имя, и точнее вообще имена всего экипажа бомбардировщика, который разбился у нас в бомбардиры этого самолета. Николай Дазмаров, он живет в Рязани. Это была просто фантастическая удача. Карта Рязани военных лет станет важным историческим документом, расширяющим наше представление о том, как планировалась оборона города. Я вот посмотрел на карту, окинул и сказал, ого. Вот опять мало кто знает, или совсем мало кто помнит, что у нас на площади Ленина, например, с 41-го года, по, наверное, порядка, кажется, по 43-й год лежал немецкий самолет. Как вот в разных городах, в Москве, в Ленинграде, там выставляли подбитую немецкую технику, чтобы показать, что мы можем бить врага. Вот такой же самолет стоял у нас в Рязани на площади Ленина, да, и местные мальчишки там проходили, бросали в него камни, топтались на него, что совершенно справедливо. Пилотный вариант карты Крыведа обещают подготовить к предстоящему Дню Победы. Дмитрий Соколов, РВТВ.